Рассказывает Александр Ширвиндт Преправу орегано это всего лишь душица, которую моя бабка заваривала в детстве от кашля. Они ж удавятся от ужаса и бытия и несовершенства мира. А моцарелла это если в молоко плеснуть с кисшего вина, уксуса, говоря проще и откинуть на марлю. В общем неликвид, который пить никто уже не может, так утилизировать ее хоть как-то можно. А суши, это когда нищий голодный рыбак, которого на берегу за блеск ножа просто зарубит любой самурай, сидит в море в своей лодке и торопясь срезает дольками мяса со свежепойменной рыбой, потому что развести огонь нельзя. Потом макает в уксус, потому что в рыбе веселые червячки живут. Иди сюда, съешь меня, съешь. Я хочу к своим родственникам. И меня, и меня, пожалуйста. А потом лезет холодной рукой в мешок с рисом, скатывает там комочек влажного и соленого от морской воды риса и съедает это. Причем панически оглядываясь, не видит ли кто. Можно провести контрольный выстрел, рассказав что такое фондю. Это когда нищий швейцарский крестьянин обогревает зимой хату собственным теплом, ползет в погреб, а там все съедено и собирает окаменелые обрезки сыра, чтобы разогреть их. И когда они станут мягкими, туда сухари макать. Просто потому, что есть больше нечего. Еще стоит напомнить, что единственное блюдо американской кухни это украдено у индейцев птица и мегапраздник беглого англопереселенца, который годами ел солонину и бэбэ. Вот мегапраздник у этого интеллектуала был. Раз в год поесть большую запеченную птицу, украв ее у местных, которых в рамках протестантской благодарности потом отравить из-под тишка. А престижный французский суп бойабес это когда рыбак, живущий прямо в своей лочонке, потому что даже на шалаж на берегу денег нет, продав основной улов, заваривает себе остатки рыбы, которую не удалось продать даже за гроши. И на все это смотрят живущие в стране, где буженина, растягай, блины с икорка, стерлядь, до двенадцатислойный мясной пирог, балык, кулебяка на четыре края и четыре мяса. Смотрят и офигевают, потому что все вышеперечислено внезапно оказалось непрестижно, ибо это все не заграничено. Да ешьте сколько влезет, все равно много уже не влезет. В человеке важен не вес, а то как он его носит. Спите сколько хотите. У пенсионера когда встал, тогда и утро. Не ждите, когда кто-то сделает вас счастливым. Налейте в себе сами. Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите. Не жалуйтесь на судьбу. Ей с вами может быть тоже не сильно повезло. Если жизнь после пятидесяти вас не устраивает, примите еще пятьдесят. И не берите от жизни все, вдруг не донесете. А идя исповедаться, берите валидол, вдруг батюшку прихватят от вашего рассказа. Относитесь к себе с любовью, а ко всему остальному с юмором. Это все. Надеюсь вам понравилось. Всем хорошего дня.